МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я приветствую вас. Меня зовут Илья Афанасьев. Я поздравляю, вы стали счастливым участником курса фото-видеомастерства. Вот полный перечень лекций, которые записаны специально для вас. Но, естественно, вам не придется все это смотреть, поскольку я дам только те материалы, которые вам нужны с учетом ваших целей. Как раз следующий наш разговор – это собеседование. Я вам вышлю анкету, и уже в следующую среду мы обсудим, как вы ее заполнили. Я дам вам обратную связь. Мы вместе выберем идолов, то есть фотографов, на которых вы будете ориентироваться. Мы выберем жанры, мы выберем направления, в котором вы будете развиваться. И после этого я уже дам вам первый пакет лекций, которые вам нужно посмотреть и задать вопросы, подготовиться. Тут же будут домашние задания, по которым я буду регулярно каждую среду вам давать обратную связь. Уникальность нашего курса в том, что вы сами выбираете режим, в котором вы готовы двигаться. После получения каждого домашнего задания вы пишете, какому сроку вы готовы его исполнить. И потом я уже проверяю именно в тот срок, который вы исполняете. Ну, можно, конечно, там есть какие-то форс-мажоры, какие-то нюансы переносить в сроки сдачи. Хочу прояснить по поводу целей, по поводу ресурсов, которые будут указаны в вашей анкете. Цели могут быть действительно абсолютно различными. То есть, вы, может быть, хотите научиться снимать свою семью, может быть, хотите начать зарабатывать фотографии, может быть, хотите привозить крутые кадры с ваших путешествий. То есть, независимо от этого, я готов, в принципе, вас сопровождать, помогать вам, давать нужные материалы, проверять ваши задания, которые я буду также давать именно с учетом ваших целей. То есть, в принципе, вам нужно достаточно четко просто сформулировать, чего вы хотите добиться. И здесь я попрошу применить некую конкретику. То есть, если, допустим, это детские фотографии, то есть, вы снимаете свою семью, я бы хотел, чтобы вы поставили себе цель, например, сделать какой-то фотоальбом за определенный промежуток времени и как-то опубликовать, может быть, распространить среди своих родственников, как, например, ну вот такой вариант. Если, к примеру, вы хотите начать зарабатывать фотографии, мне бы хотелось понять, в каком жанре, как вы хотите это делать, и сколько бы вы хотели зарабатывать ежемесячно, начиная с какого периода. Если вы хотите привозить крутые фотографии с путешествием, нужно запланировать какое-то путешествие, и мы вместе с вами решим, что конкретно в этом путешествии вам понадобится, и будем двигаться в этом направлении. Естественно, что все другие какие-то цели, какие-то вопросы, которые будут возникать по ходу этого курса, он у нас ограничен по времени 6 месяцев, мы будем решать, так что не переживайте. Сейчас нам главное только начать, начать двигаться в нужном для вас направлении. Теперь давайте я помогу вам разобраться с материалами, которые вы получили. Вот те лекции, которые я буду высылать, они все пронумерованы. Там буковка М, подразумевается модуль, и идет номер конкретного модуля, к которому оно имеет отношение, то есть именно эта лекция. И здесь получается у нас 11 модулей, то есть сначала мы ставим с вами цели, определяем ваши средства, ресурсы, потом базовое обучение, возможно нужно, возможно не нужно, мы проверим какое-то количество кадров, когда я от вас получу, я пойму, какие аспекты могут вам понадобиться, что может быть стоит подтянуть. Ну дальше здесь уже перечислять не буду, все у вас на экране, и так или иначе вы получаете только те лекции, которые необходимы, и учебные задания только по ним. Вот сейчас у вас перед глазами 4 папки, и возможно вы скачали только 3 из них. Дело в том, что я подготовил лекции в двух форматах. Первое, AVI, это формат удобный для скачивания, очень маленький, в принципе можно смотреть его даже не на компьютере, можно просто на сотке, либо на каком-то видеоплеере даже старом. Второй формат, MP4, достаточно большие файлы, там хорошее качество, и там видны все тексты, все остальное, все зависит от того, на чем вы собираетесь смотреть курс, тот пакет и скачиваете. По поводу папки с конспектами, посмотрите, пожалуйста, у вас на многие лекции есть отдельные файлы с конспектами в формате PDF, в этих файлах находится весь материал, который я показываю в ходе лекции, также есть все ссылки, все чек-листы, все, короче говоря, вся информация, которая демонстрируется на экране, она присутствует непосредственно в этом файле. Бывают иногда какие-то подборки с фотографиями, какие-то подборки, не знаю, материалов. Это, конечно, отдельные папки, и здесь конкретно я сейчас их не выкладываю для вас, и выдаю их именно по запросу. А еще вы имеете возможность посмотреть на майндмапы, то есть если у лекции используется вот такая вот структура, то вы можете найти jpeg-файл в этой же папке, он также назван по названию лекции. Большие крупные лекции сопровождаются как PDF-ным файлом с конспектом, так и вот этим вот майндмапом. Как вы знаете, на сайте описания курса здесь есть ссылка на бонусные материалы. Ну, во-первых, здесь есть полностью программа, здесь есть, конечно, описание по стоимости, по длительности, описание, кто такой преподаватель, для кого предназначен курс, что нужно для участия в курсе, ну и так далее. Короче, вся-вся-вся информация о курсе у вас сейчас перед глазами, либо вот на сайте, ну ссылка у вас есть в каждом конспекте. Отзывы, кстати, участников курса, плюс еще здесь в самом низу есть работа участников курса фото-видеомастерства, можно открыть, посмотреть. И также есть, конечно, так вот, работы открылись, участников, давайте глянем несколько хотя бы. Вот фотографии участников курса фото-видеомастерства. И также есть описание бонусного пакета, которым вы уже получили доступ. Все, кто зарегистрировался и оплатил курс, у них есть ссылка на скачивание. 25 наиболее полезных книг, 31 самый впечатляющий фильм, 15 качественных сериалов, 13 музыкальных видеоклипов, 66 выдающихся произведений искусства, 377 мировых фотографов всех жанров, 288 кадров из 8 самых красивых сериалов, 3400 самых ярких разворотов и страниц из 94 журналов Vogue и GQ со всего мира за 19-20-е годы и 16000 лучших фотографий от 270 фотографов. Как это все представлено, давайте вам покажу. Как я уже сказал, у вас несколько папок. Это видео, это конспекты PDF-файлы и самое интересное, конечно, Илья Афанасьев бонус-пак. Ну, давайте по очереди папки все посмотрим. Значит, первая папка Frames from TV Series, то есть, получается, это кадры из сериалов. И здесь вы находите вот эти вот скриншоты самых крутых, самых замечательных моментов вот в этих сериалах. Следующий момент, это следующая папка фотографии самых крутых фотографов. Здесь получается у нас 241 фотограф в общей сложности и в любую папку вы заходите и находите кучу-кучу замечательных фотографий. Какие-то в большем размере, какие-то в меньшем размере. Вот последние несколько, по-моему, сотня фотографов это как раз свежие кадры из влога. Но чуть попозже мы поговорим об этом. Это как раз самые модные, современные фотографы. Дальше. Следующая папка, это у нас Vogue и GQ как раз. То есть, здесь отдельно просто по странам. Ну, например, давайте возьмем Японию. И вот можно посмотреть, здесь выложены все кадры. Точнее, самые лучшие развороты, самые лучшие страницы из японского влога 2019 года и 2020 года. Вот. И практически, ну, большинство самых крутых стран охвачено. Некоторые страны сюда не попали. Но есть и Россия, в принципе, есть и Польша. Ну, то есть, в принципе, очень хороший охват. Хотя, конечно, я советую начинать просмотр с итальянского, с французского. Но в первую очередь, самое главное, с английского влога. Это самые крутые. Ну, и тайваньский не забудьте посмотреть. Это очень классная альтернативная фотография. Так, дальше уже идут у нас файлы. И здесь будут у вас ссылки. Первый, значит, файл. Это книги. Он выглядит вот таким вот образом. Посмотрите. То есть, есть автор, есть название. Есть имя человека, который советует прочитать эту книгу. Ссылка на скачивание прямое. Ссылка на скачивание торрента. Описание этой книги. Здесь получается в общей сложности представлено 25 книг. Не все сейчас есть уже в доступе. И мы можем их скачать. Но, в принципе, большинство из них уже доступны. И они примерно расположены так, как советую. Я просматриваю, по крайней мере, ознакомиться с этими книгами. Следующий файл. Это у нас список фотографов. Про него я регулярно говорю. Как им пользоваться. Как их фильтры. Как искать ваших идолов. Сейчас, наверное, этому мы отдельно внимания не будем уделять. Следующая таблица. Это выдающиеся произведения искусства. Упомянутые в книге Уилла Гомперца. Непонятное искусство от Монета Бэнкси. Там, значит, в этой таблице вы можете увидеть полный их перечень. С авторами, с годами создания. И есть информация, как они были упомянуты в этой книге. То есть, либо в тексте это вот серые строчки. Либо к ним приведены черно-белые иллюстрации. Это чуть более высокий статус получается. Эти произведения искусства. Или самые такие выдающиеся. Они сейчас отмечены зеленой вот этой вот полосой. Это цветные репродукции. К ним приведены в этой книге. Я продолжаю работать над этой таблицей. Не все пока еще упомянутые в книге произведения искусства сюда вложены. Их в общей сложности должно быть где-то порядка, наверное, тысячи. Но большинство, ну в смысле те, которые есть черно-белые иллюстрации и цветные репродукции, здесь уже присутствуют. Также я на каждый произведение искусства планирую добавить ссылку на Википедию и ссылку на изображение, чтобы можно было посмотреть, как оно выглядит. В принципе, некоторые уже ссылки здесь добавлены. Следующая таблица – это сериалы, которые я рекомендую к просмотру. Именно тем, кто занимается фотографией, видеографией. То есть там либо очень интересно, красиво построены сами кадры, то есть очень классная операторская работа, либо очень классный, интересный сюжет, либо, ну на самом деле, действительно очень хорошие, интересные сериалы. Это подборка из моего проекта, который называется «12 струн». Наверное, вы уже слышали об этом, когда я распределяю энергию по гунам материальной природы, и в сочетаниях этих гун нахожу проявление. То есть, в частности, вот природа этих сериалов, или как бы общее ощущение, настроение, оно соответствует вот сочетаниям этих гун материальной природы. То есть, скажем, первые струны, первые вот эти вот месяца, да, это, скажем, сериалы, которые ближе к благости, то есть более благостные такие, связанные с природой, с какими-то человеческими взаимоотношениями. Дальше идут сериалы, ориентированные на страсть, на всяческие такие сложные истории, какие-то обиды, всякие, ну, короче говоря, такое более интересное, но, скажем так, меньше связанное с какими-то простыми человеческими ценностями, да, вещи. Ну и в конце это чисто невежественные сериалы, где вот всё, что связано с всякими азартными играми, с чёрным бизнесом, такими убийствами и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, вот эти вот первые сериалы, отмеченные жёлтым цветом, это то, что вы можете смотреть с детьми серые, я не рекомендую к просмотру, они обычно там 16+, и так далее. Ещё хотел бы сделать важное предупреждение по поводу сериалов. Очень важно просматривать сериалы только с какой-то конкретной целью, то есть, либо вы что-то делаете параллельно, там, не знаю, там, занимаетесь редактированием фотографий, либо ищете какие-то крутые истории, классные кадры. Постарайтесь всё-таки минимизировать своё соприкосновение с сериалом, потому что у них у всех одна цель, как можно больше забрать вашего времени. То есть, на самом деле, сериалы, сколько я вот смотрю, как строится их сюжетное повествование, как они визуально готовятся, основная цель, и ради этой цели делается всё в сериале, как можно больше привлечь людей, как можно больше забоевать ваше внимание, ну и постараться, чтобы вы рассказали другим людям, какой же классный сериал, и вовлечь их также в просмотр его. Давайте поговорим про фильмы. Есть тоже примерно такая же структура, то есть, чем более крутые фильмы, тем выше они находятся в этом списке, но здесь очень много дополнительной информации. Кстати, вот в жёлтом, опять же, отмечены фильмы, которые я советую смотреть с детьми. Серые лучше бы, чтобы до ваших детей не добрались. Здесь, кроме названия, даты создания фильма, ну года создания фильма, есть слоган, есть слоган на английском языке, есть ссылка на кинопоиски, кстати, там, возможно, подписка и прям просмотр. Можно скачать с торрента, ссылка на торрент, ссылка на мой аккаунт и мой пароль логин. То есть, в принципе, можете воспользоваться, именно если вы не зарегистрированы на этом торренте, вот этими данными. Я очень советую после просмотра фильма обязательно послушать разборы. Здесь вот есть разборы от Ивана Диденко и от Клима Жукова. И очень помогают они понять, что же действительно из себя представляет фильм, какие классные моменты там. Лучше смотреть разборы после просмотра фильма, потому что там есть, конечно, спойлеры и все такое. Но эти разборы помогают нам разобраться, почему действительно эти фильмы крутые, и почему действительно стоит их, и как стоит их оценивать. И, возможно, вы что-то захотите еще пересмотреть после просмотра этих разборов. Также есть вордовский файл с ссылками на заставки к сериалам, на музыкальные клипы. И еще бонус к бонусу, Белая студия — это люди, которых стоит послушать. Сейчас давайте посмотрим. Вот, значит, заставки к сериалам. Очень крутая тема. Вообще великолепны вот эти вот open credits, так называемые. То есть, когда сериал начинается, идет небольшая такая заставка. Они очень красивые, с классной музыкой, очень классный подобранный видеоряд. Есть подборка из 13 видеоклипов, очень тоже интересно построенных, и для нас являющиеся референсами для наших видео. То есть, мы можем ориентироваться на то, как собраны эти клипы, как идет движение в нем, как это снято, какие цвета использованы, какая графика и так далее. То есть, это очень крутые клипы. И, безусловно, вот этот вот подборочек очень интересный. Это люди, с которыми стоит познакомиться. На самом деле, чистенькие, такие светлые интервью. Очень, как бы, полезные. Очень хочется иногда посмотреть другие интервью с этими людьми, но часто бывает, что они не настолько уже вдохновляющие. Это просто очень крутая программа. Очень советую именно этих людей посмотреть в студии. Ну, так называется, белая студия. Вот, в принципе, и все, что я даю вам в бонус. Я хочу ответить на вопрос, почему вся эта информация предоставляется бонусом. Очень многое находится в открытом доступе. Почему наши вебинары каждую среду в 12 по Алматы, в 9 по Москве идут в открытом доступе, хотя мы общаемся и обсуждаем работы конкретных участников коммерческого курса. Дело в том, что сейчас действительно очень много материала в интернете, и нет смысла вообще что-либо прятать. Многие уже накачали себе кучу-кучу материалов, но на самом деле давайте себе признаемся, что вот эти вот гигантские объемы скачанных видео, каких-то чужих курсов, они не так сильно изменили то, что вы делаете в вашей жизни. То есть они не так сильно повлияли на то, как вы фотографируете, как вы снимаете видео. Я понимаю, что сейчас, вот в этот период разобщенности, когда очень сильны вот эти вот эгоцентрические настроения, самая главная ценность – это человеческое общение. Именно в нашем курсе я стараюсь как можно больше давать себя, чтобы мы могли обсуждать и ваши все работы, снятые по учебным заданиям, все ваши коммерческие, творческие съемки. Мы все это разбираем, я всегда в открытом доступе. Естественно, что у нас общение в основном идет в рамках вебинаров, и я стараюсь, что те обсуждения, которые у нас проходят, стали доступны как можно большему числу людей. Но очень часто студенты мне звонят, общаются, мы с ними связываемся через WhatsApp, Telegram, по каким-то другим вопросам. И я всегда стараюсь потом это превратить в какую-то часть нашего общения на вебинаре, что-то упомянуть, как-то раскрыть те темы, которые у нас возникают в ходе вот этих обсуждений. И еще раз обращаю ваше внимание на эти замечательные подборки. Почему, кстати, они идут бонусом? Почему вообще, в принципе, в курсе фото-видео мастерства мы говорим о фильмах, о сериалах, о фотографиях мировых фотографий? Потому что они являются для нас проводниками в современное искусство. Они нам помогут разобраться с тем, как устроено визуальное искусство сейчас, как мы сами можем этим управлять, и как мы сами можем создавать свои шедевры. Это все уже будет дальше на курсе фото-видео мастерства. Добро пожаловать! Фотография — это больше, чем творчество, и больше, чем карьера. Фотография — это путешествие вглубь себя и самореализация. Хотите на каждой съемке получать кадры профессионального уровня? Реализовать свой творческий потенциал? Трансформировать хобби в профессию? Научиться снимать великолепные кадры вне зависимости от обстоятельств? Добиваться высоких результатов, прикладывая меньше усилий? Быть финансово независимым, здоровым и счастливым человеком? Продолжая путешествовать уже более 10 лет, Илья Афанасьев создал несколько успешных брендов по съемке в городе и на природе. Воспользуйтесь его секретами, чтобы избежать ошибок, сэкономить время и финансы. Фото-видео-мастерство — самый полный, самый творческий и самый системный курс. Прочитайте отзывы студентов курса и посмотрите их работы. Регистрируйтесь сейчас и сразу получите огромный бонусный пакет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова